Девушки отдыхают И помог сделать этот выпуск И главный матч прошедшей недели в Единой Лиге ВТБ Прямо сейчас Я думаю, что психологический аспект после поражения в Нижнем Новгороде То есть некоторые игроки сегодня не были готовы Это моя ответственность, но тем не менее это есть Будем разбираться и анализировать Но у нас сейчас мы не выглядели командой Это самое главное Субтитры создавал DimaTorzok Соседи по турнирной таблице Единой Лиги ВТБ сошлись в сложный момент У Химок переполнен лазарет и практически некому играть под кольцом Без Пола Дэвиса и Джеймса Агастена краска стала зоной риска В Униксе же, похоже, заканчивается магия Евгения Пашутина Чей приход изнаменовал преображение и серию побед Но затем все равно последовал вылет из Евролиги Впрочем, трудности закаляют И от этого матча ожидания были повышены Много известных лиц в первом ряду Мало свободных мест на галерке Прямой эфир на всю страну А таких матчей ждешь большого шоу И с первых минут закрутилось Перехваты, блокшоты, потери Сразу борьба и сразу накал страстей Разве что результативность пониженная И в этом вязком баскетболе именно Химки солировали Последняя атака первой десяти минутки Как отражение всего сумбурного начала Хаос, быстрая атака и фантастический бросок Марка Поповича затыкает сирену 18-6, трехкратное преимущество Химок Очень много травмированных Поэтому, честно, не ожидали такой игры Тем более такого результата Настраивались очень серьезно на игру Потому что у них очень хорошая команда Очень индивидуально сильная А у нас, так скажем, играли без трех Четырех основных игроков Мы наконец-то стали играть защиту Если вы помните наши матчи Мы все время забивали много Допускали тоже много Но сейчас мы уже некоторые игры Последние мы подправили Этот результат сегодня Дали забить только 56 очков Сегодня, я думаю, Химки Мы, как мы ожидали, показали Очень такой быстрый баскетбол С быстрым переводом мяча Со стороны на сторону Много движений Наверное, для нас это было Не то, что неожиданностью, мы это ожидали Но немножко это такая тяжелая была ситуация И они реализовали свои броски открытые В принципе, мы это все ожидали Но так получилось, что мы не смогли Этому ничего противопоставить Субтитры создавал DimaTorzok Уникс белый флаг не выбросил Быстро вернулся в игру Подровнял расстановку сил на паркете И готов был навязать борьбу Да еще и Жофрел Аверн получил повреждения Дав шанс большим Уникса На господство под кольцом Костас Каймакоглу Самостоятельно организовал рывок 7-0 Но вместо перелома случился провал Неожиданно уверенность получил Последний центровой химчан Руслан Патеев И желтый-синий, вопреки всему, увеличивали отрыв Тарис Райс вновь взял на себя роль Консервного ножа Разрезая защиту соперника 16 очков и 7 передач Не полностью отражают вклад защитника В разгром соседа по таблице Вот Сергей Моня своим монстр данком Украсил взлом защиты и передачу Райса Руслан Патеев не отставал Но главное, даже с такими потерями в составе Химки переграли соперника именно в краске Счет очков, набранных из-под кольца Отражает всю боль организации игры Уникса в защите В этот вечер 40-20 Химки стали третьей командой, одержавшей 10 побед в лиге У всей троицы ЦСКА Нижний Новгород и Химки по одному поражению В первую очередь я хотел бы поблагодарить игроков за эту отдачу Так как мы смотрим баскетбол, я представляю Мы можем проиграть, можем выиграть Конечно, выиграть лучше Но так как мы сегодня все дали Все, что могли Вы видели, нам еще не повезло Жофре И Руслан сегодня стоял один Практически всю игру Я рад за такую отдачу, за такой настрой За такую мотивацию на игру С такой командой можно много сделать Рад за молодых игроков За Патеева, за Ильницкого, за Шерикета Что внесли свой вклад в победу Если мы останемся с одним Русланом По теме нам будет сложно Но сегодня мы еще вытянули Как дальше будет, посмотрим Сейчас все у нас в руках докторов Думаю, что будет все хорошо Главный тренер подмосковных Химок Римас Куртинати в сложных ситуациях Всегда находит выход В прошлом сезоне ему не хватало игроков для замен Но он обыгрывал ЦСКА Сейчас три центровых получили травмы Но он обыграл Уникс под кольцом Олимпийский чемпион Экс-министр спорта Литвы И бывший главный тренер сборной Азербайджана Стал гостем нашей редакции Здесь мы работаем Вот наша карта А здесь у нас все электрочки проходят Вы у нас в гостях первый раз На карте вы ее много раз видели Вы ее знаете наизусть? Конечно Я советский и чемпион Вот скажите мне Где находится Сеул, где вы выигрывали золото? Давно это было? Да, давно Вот блин, попался Ух ты Ну и что я нахожу? Здесь вот Сеул А здесь вот ниже вот Австралия, где я играл Да, в Сеул мы выиграли олимпийские медали Мир огромный И вы Есть континния, где вы не играли? Ну наверняка есть вот точки мира, где вы не выходили? В Валяйске я не был Но мы ее скоро вернем Тогда за день Но здесь мне сложно Я только где? Здесь был Марокко был Ну Африка? В Савдор-Араби был Да, в Африке Австралия? В Австралии я в Лактензу Мой городок Сейчас даже скажу Тазов Вот здесь Моя городок Игроком объездили весь мир А тренером ограничивались вот прям совсем чуть-чуть Ну пока я еще молодой тренер Подающий надежду может быть У меня все впереди Я помню, когда мы как игроки Все время пытались Пытались войти в НБ И рад, что Шарунас Марчеллионис Александр Волков Сабонис Ну потом уже пошла вся плеяда Уже как Кириленко Мозгов сейчас уже все Но когда мы первые шаги делали Тоже было вроде Из области невозможного Да, и сейчас я рад, что уже Мы имеем два Двух европейцев Ладно, там имеем побольше Которые работают Пятыми, восьмими тренерами Особенно балханцы Но мы сейчас имеем Девюта Блата Мы Которые Мясину имеем Которые уже там Как бы свой человек Думаю, что эти хорошо Люди, пионеры Которые открывают этот мир Для европейцев У меня есть неплохие контакты С тренером НБИ Начали говорить Ну ты нам расскажи Про этот свой Интернешнл баскетбол Потому что даже Они не называют это Итальянским Испанским Российским Они интернешнл Потому что даже не знают Знают, что за забором Что-то есть Но пока Вот времена такие Пройдут еще 10 лет Не сомневаюсь Что европейские тренера Поедут туда Будут преподавать Другой баскетбол Потому что Более тактический Как сейчас мы видим Как играет Сан-Антонио Сколько там Американцев играет Мало Торонто Все время ориентируется На европейцев И сейчас в этом сезоне Отлично играет Видите Даже такая команда Как Климланд Ориентируется Уже не только На Мастерство Европейских Или мировых И не американских Игроков А уже ориентируется На мозги На тренера Как Девята Блата Которые уже Они видят Что это шаг за шагом Не так все процессы Это быстро не происходит Я считаю Что если ты хочешь Выиграть Одно очко Первое Что должно быть Хорошо Химия в команде В раздевалке Да Эту химию Обычно поддерживают Какие-то игроки У нас очень был Хороший игрок Крэшо Лончер Он эту химию Делал У нас очень сейчас Хорошо эту проблему Решает Марко Попович Он общитель Он со всеми Может общаться Одним словом Нельзя Как бы Уйти Далеко Направо Или налево Должен где-то Какую-то середину Баланс держать И этот баланс Я вижу Я не знаю Как другие тренеры Мы молодой Тележурнал Мы выходим Всего лишь Второй год Но нам уже есть Чем похвастаться Наш маленький музей Здесь Наш маленький музей Здесь История небольшая Но она есть Связана Больше С успехами сборной Вот например Майка Антона Панкашова В этой футболмайке Он выиграл чемпионат Европы В 2007 году То есть Маленькая Но реликвия Матч звезд Памяти Сергея Белова Трагичная история Но Очень приятно Что Мы помним Своих звезд Телеканал Спорт Это канал Где мы выходим Каждую неделю Хороший номер Десятый Я всю жизнь Отвезел Немножко памяти Ретро Воспоминания Я помню О ярком всплеске Российского баскетбола И В прошлом году Появился Красный Октябрь Очень яркая команда В этом году Автодор Полные трибуны И тоже В какой-то всплеск И значит Мы не станем на месте Чемпионат Европы Чемпионат Европы 2005 года Виктор Хряпа Один из символов Российского баскетбола Сейчас В этом маке Он стал Первый раз Лидером сборной Он уже выходил Стартовой пятерки На него был результат И Никита Моргунов Который продолжает карьеру А это форма Из Индианаполиса 2002 год Мы с треском провалились И после этого Чуть-чуть Поступательное движение Вверх Пошли И дошли До олимпийской бронзы Дань уважения Американскому баскетболу Вот на мой взгляд Лучший игрок Планеты Я считаю Что все равно Самый сильный Игрок Всех времен Это Майкл Джонс По интеллекту По физическим данным И вообще По стилю игры По влиянию на результат Да И по стилю игры ЦСКА разгромил Нижний Новгород В выходные И вернулся На первое место В таблице Единой лиги ВТБ В Евролиге Армейцы стали Единственной командой Без поражений На первом этапе А одним из героев Первой половины сезона Является Андрей Вранцевич В этом сезоне Форвард Повысил свою результативность Почти в три раза Но главное Добавил стабильности Субтитры создавал DimaTorzok Я Андрей Вранцевич Игра профессионального Баскетбольного клуба ЦСКА И это мои Правила жизни Командная значимость Это не один Два И даже пять А только 12 человек Могут победить Даже Майкл Джозен Один Никогда бы не выиграл У Хряпа я научился тому Что не стоит Тянуть идеала Только на себя И быть эгоистом Если он видит Что его партнер По команде Находится в более Выгодной ситуации Он обязательно Отдаст пас Наш капитан Помогает нам Оставаться единым Коллективом В любой ситуации Чуть ли не на первой Тренировке Миссина меня отправил На боковую линию Отжиматься больше Ста раз Через две тренировки После этих отжиманий Он меня отправил На лестницу Бегать по трибуну Вниз-вверх И прыгать на скакалке Больше тысячи раз Но смотря на это Через несколько лет Я понимаю Что ему было Не все равно на меня Да, он много кричал Да, он много делал Замечаний Но если бы он Не видел во мне Талант Если бы он Не видел во мне Игрока Он бы просто Ни одного слова Во мне не говорил Я смотрю на это С тем, что Такой путь Я должен был пройти Просмотр одного Хорошего матча Равноценен Думатрием Тренировкам Наблюдая Замечаешь Нюансы Моменты Мелочи Баскетбола И пытаешься Их воплотить В свою игру Каждый нормальный человек Стремится Изменить мир Вокруг себя К лучшему А у людей Добившихся Какой-то известности Возможность Помочь больше Помимо собственного Вклада Благотворительность Они могут Привлечь Больше внимания Тем самым Помочь Большему количеству людей Именно из этого И складываются Большие Хорошие дела Если я чувствую Поддержку тренера И его доверие Я стараюсь Еще больше Еще больше Во мне мотивации Еще больше Во мне уверенности Я думаю Не только говоря О себе И о своей команде Я это чувствую И по нам В этом сезоне Видно Что тренер с нами Тренер за нас И тренер нам Вселяет уверенность И говорит о том Что Вне зависимости От того Как вы будете бросать Как вы будете защищаться Я всегда буду на вашей стороне И говоря слова Такие Что если вы будете бросать Открытые броски И будете мазать Это будет моя проблема Если я вас держу на площадке Все большие титулы Все чемпионства Выигрываются Только из-за защиты Могут забивать Люди по 40 очков И проигрывать матчи А когда команда Забивает Каждый из игроков По 6-8-10 очков То тогда Это Совсем другой результат А после хорошей защиты Всегда приходит Хорошее нападение Но После плохой защиты Не всегда Приходит Хорошее нападение Семья Семья конечно На первом месте Для Андрея Воронцевича И Для меня это все Прежде всего Без семьи Наверное Б вообще не смог Существовать Тем более Когда семья Расширяется Когда Появилась супруга Наталья Когда появились Детишки Мы стараемся Чтобы росли умными Прежде всего Здоровыми детьми И Важнее семьи Нет ничего И дороже на свете И так как тебя любят Семья Тебя никто Никогда не будет любить Людей нужно прощать У всех бывают ошибки И Если Человек не понимает И как-то Вас обижает То Мне кажется Не стоит Пытаться Как-то Ему насолить Если что-то Даже не пошло Отпустите Забудьте Все пройдет А критерий Нет никаких критериев Все мы разные И Надо каждого Воспринимать Таким Какой он есть Вот и все Тогда будет проще Баскетбол Игра для избранных Шоу для всех Во второй части программы Ромео Тревис Изучает историю Волгограда Вместе со своей семьей И вы узнаете Что делал Римас Куртинайтис Для этого выпуска Прямо сейчас Главное моменты 2014 года По версии Римаса Куртинайтис Номер 5 Петр Губанов Петр Губанов Плей-оффе Единой лиги ВТБ В защите Было сделано Все Что мы могли Но Бывают В баскетболе Такие образки Где в защите Не имеют возможности Остановить С попадания Грустно Но Очень важное Воспоминание Одна из Самых больших Негативных Моей тренерской Работ Четвертое место Тревис Райс Приносит победу В Астане Своей блестящей Игрой Своими блестящими Передачами И забиваниями Не часто бывает В баскетболе Что победу Команде Приносят Результативными Передачами Но тем не менее Это самый важный Компомент Баскетбола Жофре Лаверн Который На чемпионате Мира Принес Двумя Забитыми Штрафными Бросками И победу Против сербской Команды Проявив Очень Агрессивное Нападение Игра Сербии Жофре Лаверна И забивание Двух штрафных Бросков В конце Игры Сербии Добавило нам Уверенность Что мы сделали Правильный выбор Подписав Иван В БК Хиньки Вице-чемпион Гип-парада Тайрис Райс Своим блестящим Броском Принес победу В четверке Евролиги В полуфинале Тем Выграв И Евролигу И заявляв Звание МВП Этого турнира Тайрис Райс Украл победу ЦСКА Выиграл Евролигу Стал МВП Этого турнира И я очень рад Что он оказался у нас Ну и конечно Возглавляет Нашу пятерку Джеймс Агастин С главным событием Года И очень важный Матч с ЦСКА Забивший Решающий бросок На последние секунды Этот момент Двойне успешный Потому что Надо сначала Было перехватить мяч И потом забить За 2 секунды До конца Не часто Так бывает Главное событие Года Увидимся Следующем году Ромео Трэвис Лидер Красного Октября В единой лиге ВТБ Дважды становился Игроком недели В Кубке Европы Форвард освоился В игровых схемах Волгоградской команды Познакомился с городом И позвал всю свою семью В Россию Игроком недели Ромео Трэвис А это моя семья Семья Трэвис В Волгограде Вообще Родные навещают Меня регулярно Вот моя сестра Латиша Она в Европе Второй раз Моя мама Кэролайн Это уже ее пятый раз Моя дочурка Ариэль Девушка Шей Брат Мелвин И сестра Дешонда Сегодня мы Выбрались в город Чтобы посмотреть Что интересного Есть в Волгограде Ромео Всегда один В Европе Поэтому мы стараемся Приезжать к нему Время от времени Чтобы он не забывал Как мы заботимся о нем Также это прекрасный шанс Познакомиться с новой культурой Мы никогда не были в России И было интересно Сравнить реальность с тем Что ты видишь по телевидению Или читаешь в интернете Ого Да он живой А я думал Это искусственные фигуры А потом увидел Как этот парень шевельнулся Им вообще двигаться можно? Ну по идее Только во время смены караула Мы болеем всей семьей Я за Висконсин Мелвин за Индианаполис Лакиша за Сан-Франциско Все потому Что Кливленд Отстой В нашем детстве Браунс были пушечным мясом Ну а мы Когда были помладше Играли в американский футбол На приставке И со временем Привязались к определенным командам Я к одной Брат другой Понимаешь Мы втроем тащимся От американского футбола И все что мы делаем Спорим на тему того Чья команда выиграет У нас даже есть Групповой чат В котором мы общаемся По воскресеньям Когда идут матчи Следим за игрой Подкалываем друг друга У Ромео Сейчас самая крутая команда Но зато Сан-Франциско Их обыграл Ладно Твоя команда И в плей-офф не выйдет Давай лучше об этом поговорим По-моему Это был первый разговор Об американском футболе Рядом с этим памятником Понимаешь Это наша семейная тема Мы обожаем футбол И хоть я вдали От своей родни Мы не перестаем обсуждать Все события из мира НФЛ Мы с братом Даже играем В футбольной фэнтези лиге Футбол это одна из вещей Которая нас сближает Я ожидала увидеть снег Наверное при слове Россия Все американцы представляют Снег Морозы Горы Ага Медведи Драку Водку Ну в общем Что тут не выжить Но на деле мне понравилось Я и подумать не могла Что Волгоград сыграл Такую огромную роль Во второй мировой Мне это казалось Что это ничем не примечательный Провинциальный городок И я очень ошиблась на этот счет Что же я узнал сегодня Когда нам рассказывали О второй мировой войне В школе и колледже Я думал Что нацистов победили союзники Американцы Англичане И французы Но приехав в Волгоград Я увидел этот великолепный памятник И узнал Что здесь в течение 200 дней Шел ожесточенный бой И русские положили свои жизни Чтобы избавить мир от фашизма Так что я узнал много нового И это здорово Потому что если тебе не рассказали Чего-то в школе Лучше узнать это от первого лица А не под чьим-то рассказом Это был интересный опыт для меня И моей семьи Я действительно благодарен За эту прогулку Спасибо И на этом все друзья Увидимся уже в новом году Успейте купить билеты На матчи любимой команды И помните Баскетбол Лучшая игра с мячом На планете Земля ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова